ребята всем огромный привет кушаем сегодня пюрешка с беточком подливка и салатик со сметаной хлеб и сыр хлеб без дрожжевой приятного аппетита только приготовила все горячее очень вкусно правда не солено хочу хочу поблагодарить подписчиков своих которые сегодня ночи вчера сегодня вчера ночи подписались на меня очень вам благодарна прям я не знаю думаю люди пришли с канала евгения эванса я там писала у него очень благодарна всем большое спасибо вам за поддержку мне очень приятно не ожидал что так много человек придет я вообще простая как пять копеек могу материться вы знаете за мной даже не заживеет живу радуюсь жизни новой жизни очень счастлив очень я очень счастливый человек благодаря папе немножко может быть я не знаю рассказать своем детстве у меня мама с папой развелись когда мне было четыре года многие семьи разбегаются правильно же я воспитывала мама потом случилась вот такая вот беда со мной ордела дочку тени шести лет стремительно стали садиться почки очень стремительно за шесть лет полностью они высохли у меня усохли короче мне сделали операцию на руке для проведения процедуры гемориализ и все и постепенно постепенно начали туда вводить в эту процедуру с папой я общалась очень редко не знаю почему я ближе маме к маме моя старшая сестра она с папой вообще очень близко она очень часто с ним общалась все такое вот короче 28 лет попала на диализ и до будущего года было на диализе до марта с папой я не особо так и общалась я вам говорю в основе сестрой созванивалась со старшей объяснила ситуацию так и так я больше не могу у меня больше нету места ни на руках нигде чтобы проводить процедуру нужны операции делать специальный сосудистый доступ делать для этого все руки изрезаны не знаю у меня фистулы долго не работают на позвони папе поговорить с ним игру я не могу я я такое не могу просить он даже не знал про это понимать ему никто ничего не говорил вот розыск и без ним позвонила него объяснял ситуацию он перезвонил мне и сказал когда я нужен просто без разговоров когда я нужен я в это время еще была дома как бы должна была ехать в питер в январе тогда-то тогда-то я бы я приеду туда я говорю я поговорю с заведующим отделения питер и ну тебе позвоню все объясню все окей я поговорила заведующим алексей николаевич первого меда заведующий откуда без проблем пусть отец приезжает будем проводить обследование все вообще без проблем я звоню папе папа уже сидит на чемоданах просто он приезжает проходит обследование там пролежать на два с половиной месяца и все 20 марта нас прооперировали почему он согласился на это почему он переживал он нервничал в день операции он ходил по коридору утром с утра пораньше 5 утра да почему он согласился сразу прям без проблем я не знаю вот как то так прям сок течет как это это беточек если им пожарила короче бифштекс и у меня было еще 2 беточка вот я себе как на пару в воде там потушила папе на момент операции 63 года был сейчас мы уже 64 исполнилось представляете я сама я вообще я просто он не подарил вторую жизни я я буду об этом рассказывала всем я бы кричала об этом на каждом углу что у меня папа просто герой просто герой сижу дома и такая думаю июль месяц дома чтобы мне нечего делать я сижу этим не занимаюсь просто сижу и прозябаю мне скучно я начала снимать видосики на youtube кому-то может быть это не интересно кому-то может быть зайдет каждый каждый человек кто снимает все равно найдет своего зрителя все равно найдет кто-то заходил писал что канал неинтересный ну кому-то интересно кому-то нет хочу мы буду снимать мне это нравится теперь это мое стало хобби еще раз повторяю я много раз говорила в видео много раз я не гонюсь тут за зарплатой за деньгами на ютубе я хочу чтобы у меня смотрели люди хочу набрать свою своих подписчиков свою аудиторию родных не дорогих мне которые будут мне это советовать что-то там я не знаю подсказывать может быть понимаете я вот этого хочу очень у меня это прям в мечтах уже я смотрю аналитику youtube свою аналитику творческой студии никто не смотрит полностью видюшки никто и никогда мотают либо зашел в комментарии почитал что кто пишет повторил только уже добавь добавил свое мнение там какой-то и все это мне говорил снимай животных и животных больше любят никто блин не смотрит их вот так вот сегодня прям опять еще раз с вами рассказала вам немножко немножко чуть-чуть спасибо что послушали меня спасибо что посмотрели спасибо что подписываетесь лайки дизлайки мне вообще не важно можете даже ничего не ставить главное смотрите и комментируйте всем пока 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 Продолжение следует...